В какой-то форме, я понимаю, я имею в виду, мы не можем это обхорбить в что-то такое, прям, как бумаги, допустим, да, и разместить официально, потому что это уже будет коррупционогенный фактор, понимаете? То есть мы кого-то выделяем среди общего количества, но есть уже предприятия, которые подтвердили свою репутацию и временем, и выполненным объемом работ, то есть о них мы можем сказать вкусно при встрече с инвестором. Если они к нам обратятся, опять же, и вы сами говорите по поводу того, что многие приходят уже со своими подрядчиками, и мы не можем им навязать своих конечных конечков, опять же. То есть вот по реестру здесь единственный вопрос, какой он будет. То есть если этот реестр выделенный, то есть в нем будут находиться какой-то рейтинг, мы не можем их ранжировать по рейтингу, мы не можем выделять кого-то. Мы можем составить только общий рейтинг всех застройщиков, подрядчиков, застройщиков в нашем городе. Но такие реестры уже есть. Этим занимают специализированные организации. В частности, если интересно, из КВКонтур, из организаций, вообще не находящихся у нас в городе. Даже из КВКонтур это не наша организация, то есть не из нашего города. Федеральная, да, и много-много подобных организаций, которые вообще, в принципе, их представительство даже нет, они в интернете сидят, всю информацию доступную собирают, у себя компонуют, и ее можно пользоваться. Но вот если подрядчик, допустим, или инвестор к нам обращается, говорит, вот из всего вот этого списка, кого вы можете посоветовать. Мы можем либо сами посоветовать, либо направить к тем, кто уже пользовался подобными услугами, и в которых положительный опыт уже есть, понимаете? Вот мы проясняли тоже вчера, а вот сейчас эксперты прокомментируют, пожалуйста. В принципе, с аэратором я полностью согласна и с Леной полностью согласна. Я, наверное, как координатор. У нас здесь присутствует заместитель генерального директора торгового промышленного палата Балябин Юрий Андреевич. Он обязательно войдет в рабочую группу. Вы правы, и я поняла, как вы хотите. То есть можно в контур-фокусе, еще где-то в интернет-пространстве можно найти информацию о предприятии. Она хочет, вот, например, есть в городе 15 строительных компаний. Деловая репутация такая, она такая, то есть не репутация, а история. Мы готовы с вами работать. То есть торговая промышленная палата готова. Вопрос. Вы хотите общественную организацию создать? Вот вы хотите образовательные мероприятия проводить, ассоциацию ли создать? Или просто реестр получить? Я немного не поняла ваше предложение, поэтому прошу уточнить. Нет, вопрос к юридическую правовую форму, в которой она хочет работать. Да, да, да. Юридическую правовую форму я, как вижу, либо это группа организаций, может быть, да, если это возможно, надо проработать с юристом, посмотреть. Вот я до конца не владею здесь информацией, возможно, создание ассоциации, потому что с руководителями, инженерами крупных подрядных организаций я надговариваю и веду конкретно каждый день, мы беседуем и сталкиваемся с проблемами, которые нам совместно было бы очень легко и эффективно решать. Вы вас услышали, необходимо создать рабочую группу по созданию данного личного сообщества. Спасибо. Спасибо. Нет вопроса, да? Хорошо. Есть ли еще какие-то суждения, предложения, да, по поводу предложения Елены? Да, пожалуйста, микрофон отдайте. Представьтесь. Добрый день, замок Владислава, исполнительный комитет, Малышко Музбомиран. Мне кажется, в вашем случае, да, здесь, как коллеги говорили, это больше коррупционного характера, если они будут рекомендовать, где-то лоббируют ваши интересы застройщиков и подрядчиков. Мне кажется, действительно, вам стоит создать непосредственно ассоциацию, ассоциацию подрядчиков, которые непосредственно будут, уже зная республиканские программы, которые, допустим, могут предоставлять, допустим, в рамках каких-то инвестиционных проектов, застройщиков, скажем так, да, и смогут использовать такие программы при строительстве, может, скажем так, давать гарантии, то, что мы вас будем застраивать, помогать вам в строительстве, допустим, используя вот какие-то вот такие программы, скажем так. То есть это ассоциация застройщиков на буре, под эгидой ТПП. Да, и ТПП в данном случае будет отчасти выступать гарантом этого, как общественная организация, но власть уже по поводу. Как оператор, а как оператор, а власть, в данном случае, действительно, просто, ну, иначе это входит за гринчейн, конкуренции, или за ГОБР и так далее. Ну, вы понимаете, что это живо. Вот, да, все высказали, если относительно четвертого вопроса. Хорошо, спасибо. Переходим к пятому. Кто был Юлия, да? Я напомню, ну, я, условно, до себя, ну, последний метр наступных хриды, да? Да, последний метр, это вы думаете, чтобы действительно можно было заехать на панкус или куда-то еще. И вот, пожалуйста, вопрос, ты. У кого есть вопросы по этому проекту, либо рассуждения, предложения? Ну, вот, поясняющие вопросы, прежде всего. Да, пожалуйста. В принципе, как таковых вопросов нет, это действительно необходимо, это уже, как данность нужно воспринимать. Ну, и, в принципе, то, что уже делается, скажу, проводятся различные публичные слушания по обсуждению проектов реконструкции общественных пространств. Да, с учетом, но мнения именно самих в том числе, их тоже привлекают, их тоже приглашают, и Юлия тоже об этом знает, и она тоже неоднократно участвовала в этих участках слушаний, в тубличных обсуждениях, и все предложенные какие-то замечания, все предложения, все это учитывается при проектировании, при реконструкции данного объекта, либо последующих. Да, можно я буду... Ну, как-то прокомментируйте, да? Да, прокомментируйте, пожалуйста, да. А, у меня, может, вам вопрос есть с этим, вы прокомментируйте. Вот, действительно, если то, что делается в городе, а в чем специфичность или особенность того, что вы предлагаете? Да, да, да. Просто относительно этого, пожалуйста. Если я участвую во всех этих собраниях, когда обсуждаются общественные пространства, действительно приглашаются на общественные слушания, да, приглашают нас общественников, да, мы высказываем свое мнение, но, к сожалению, дальше вот этого общественного слушания никто больше не слышит. То есть, да, действительно, сейчас проектируются эти самые парки, но не пригласили, допустим, нас или тех же самых инвалентов-колечников, как это должно быть. То есть, вот есть проектировщик, это команда, которая занимается проектировкой данного конкретного парка. Но что именно они спроектировали? Мы не видим эти проекты, они дальше не обсуждаются. Они выслушали нас, да, нам нужно это пространство. Ну, как оно должно выглядеть, какое оно должно быть, насколько комфортно. Нет учета, да, их мнения. То есть, дальше почему с ними работа не ведется. То есть, услышали, да, нужно пространство, давайте его сделаем. А они видят его со стороны здорового человека, а почему не пригласите туда уже конкретно, вот, вдруг не пригласите, да, ответ на территории. Я сказал, что мы сейчас мало, вот, по его просьбе заезжали знакомым, ну, вот, как правильно сказать, компания, которая вот именно людьми с ограниченными возможностями создана, и они действительно комментировали. Ну, просто мы, мы где-то часа два пили чай с ними, просто разговаривали. Ну, и они, у них была такая позиция, опять же, тут их позиция. Она была такая, что, ну, конечно, город что-то делает, но мы вот, мы сами, типа, вот это вот этим тело, это нас за мной не слышат, и они как-то вот сами-сами потихонечку что-то делают. У них там возле дома, да, сделаны книгу туда, да, ну, у них тут такая, как она, обиженная, обиженная позиция, если честно. Вот у меня такое ощущение. И еще, вот здесь я на выходных, кстати, статью закончил, очередной, ну, вот, по нормам, потом по бюджетированию, по слову участвующему проектированию, это просто.